Мы, конечно, хотели бы парковочное место. Это было бы и для школы хорошо, и нам, как жителям. Тут тоже было бы замечательно. В этом дворе машины стоят на тротуарах, детской площадке и около подъездов. Полноценной парковки у дома номер 4 по улице Студенческой нет. Местным жителям приходится ставить машины вплотную друг к другу. И это не единственная жалоба жителей. Если посмотреть на территорию нашего района, можно сказать, что проблем много. Проблем много, проблемы разные. Начиная с обрезки деревьев, заканчивая установкой различных урн и так далее. Очень много проблем. Найти решение этих проблем активистам микрорайона поможет муниципалитет благодаря созданию ТОСов территориального общественного самоуправления. В Астрахани такие организации начали работать еще в 2009 году. За это время зарегистрировали более 20 ТОСов. В планах в администрации разбить весь город на несколько участков, где будет организовано самоуправление. Помощь от администрации будет соответствующей. Будет взяты территорией благоустройства и максимально силами муниципалитета, силами федеральных средств в рамках программы, которых сейчас очень много присутствует. Эти территории будут благоустраиваться. Создать ТОС могут жители нескольких домов, улиц и даже районов. Для этого нужно подать заявку в администрацию города со списком представителей. Но пока о таком виде самоуправления знают немногие. Чтобы рассказать о нем жителям, представители администрации Астрахани проводят собрания. На этих встречах обсуждаются все волнующие горожан вопросы, а также на какие средства будут благоустраивать. После регистрации ТОСа жителям остается только подготовить паспорт благоустройства с указанием всех жалоб и проблем. На основании этого мы синхронизируем данные пожелания с теми программными мероприятиями, которые проводит администрация города Астрахани. И при составлении уже планов работ на следующий год мы обязательно включаем те виды работ, которые у нас были в заявках от территориально-общественных самоуправлений для дальнейшей их уже реализации. В настоящее время в перечень программ, в которых могут участвовать ТОСы, входит и проект «Городская среда». Каждый год на благоустройство придомовых территорий в регион будет направлено около 140 миллионов рублей. В планах у жителей дома номер 4 по улице Студенческой в следующем году войти в эту федеральную программу. Они уже составляют паспорт благоустройства и заканчивают регистрацию ТОСа. Сергей Рожко, Виктория Соколова, Игорь Нехиденко, Центр новостей.